Здравствуйте, уважаемые коллеги! Перед вами 52-й выпуск дайджеста арматуростроителей. Мы, как всегда, постарались выбрать для вас самые актуальные, важные и интересные новости отрасли арматуростроения. 10 ноября в городе Барнауле состоялась 4-я Всероссийская конференция теплоэнергетиков, посвященная стратегическому планированию производства с учетом потребностей заказчика в рамках годовой ремонтной программы, а также разработке и внедрению новинок с учетом требований рынка. Организаторы конференции – завод «Редукционно-охладительные установки» и медиагруппа «Армторг». Мы стремимся как можно больше сотрудничать со своими читателями и авторами, пишущими для портала «Армторг» и журнала «Вестник арматуростроителя». Прошедшая конференция – яркое тому подтверждение. В мероприятии приняли участие производители и потребители трубопроводной арматуры не только из Сибирского федерального округа, но также из Москвы, Челябинска и других крупных городов. С докладами выступили ЧСГС, Темпер, Московская ЦКБА, приводы АУМА, ТУЛЭлектропривод, Старооскольский арматурный завод и Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей. Следите за обновлениями на портале, ведь уже сегодня началась публикация обзорных материалов о конференции. А мы переходим к блоку новостей. Термобрест представил уникальную новинку – смесители газов. Они предназначены для подготовки смеси газа и воздуха для надлежащего процесса сгорания в газовом двигателе или аналогичном газопотребляющем устройстве. Подачу топлива можно регулировать при помощи электродвигателя или вручную. Издание «Коммерческие вести» опубликовало большое интервью с основателем и председателем Совета директоров компании «Арматурно-фланцевый завод», работающим на рынке травопроводной арматуры уже более 25 лет, Валерием Парадеевым. На портале «Армторг» опубликованы выдержки из этого материала, рассказывающие о создании и развитии арматурно-фланцевого завода. Компания «АДЛ» приняла участие в форуме «Москва – энергоэффективный город», который проходил в Доме правительства Москвы 26 по 28 октября. На мероприятии специалисты «АДЛ» выступили с предложениями по повышению эффективности систем теплоснабжения в рамках деловой программы форума и традиционно представили образцы оборудования на выставочной площадке. Волгоградским промышленникам могут компенсировать половину стоимости пилотной партии продукции. Затраты на производство и реализацию готов взять на себя Минпромторг России в рамках конкурса на право получения субсидий. Заявки на участие в отборе принимаются до 1 декабря. Компания «АЭМ-технологии» начала изготовление оборудования для второй очереди индийской АЭС «Куданкулам». В торжественной церемонии начала производства приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ и глава Карелии. В петрозаводском филиале компании наносят антикоррозионный плотирующий слой на первые трубные заготовки для главного циркуляционного трубопровода энергоблока номер 3. На базе конкурса «Сибура IQChem» создается открытая глобальная площадка для стартапов и инвесторов в сфере химических технологий. Стартапы получат уникальную возможность привлечь внимание «Сибура» и ведущих мировых корпораций. Суммарный оборот партнеров конкурса составляет более 300 миллиардов долларов США. Мы продолжаем публикацию интервью с участниками Петербургского международного газового форума. Сегодня представляем вашему вниманию встречи с Максимом Горбуновым, директором по маркетингу компании «Новые фитинговые технологии», и Станиславом Валентиновичем Кисловым, генеральным директором научно-производственного центра технологий минеральных покрытий, резидента кластера фонда «Сколково». Также мы предлагаем вашему вниманию презентацию новинок российского производителя электроприводов АБС «Заимавтоматизация», которые были представлены в рамках выставки «ПСВ Экспо-2016» в конце октября. Как и обещали, на портале опубликована беседа с директором выставки «Криоген Экспо-2016» Владимиром Алексеевичем Ванниковым, который поделился с нами некоторыми итогами выставки, а также высказал свою точку зрения о нынешней ситуации в выставочной деятельности и так называемом кризисе выставок последних лет. «Криоген Экспо. Промышленные газы-2016» – единственная в России международная специализированная выставка криогенных технологий и оборудованию. Она проводится ежегодно с 2002 года и заслуженно является одной из самых крупных и представительных по составу участников специализированных выставок в мире по данной тематике. Если еще не видели, посмотрите обязательно. На портале ArmTor идет публикация уникальной серии видеорепортажей с производственной площадки завода «Пенстяж Промарматура». Это российский производитель трубопроводной арматуры для объектов атомной и тепловой энергетики, газовой, нефтяной, металлургической, химической и других отраслей промышленности. ПТПА – это промышленный комплекс собственной конструкторской, технологической и испытательной базы, производственными цехами, подразделениями продвижения и сбитопродукции. Уже обубликованы видеорепортажи с участков магистрального оборудования, сборки и испытаний, заготовительного производства и лаборатории качества. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо за отклики и интерес к нашим проектам. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках «Дайдус Тарматура Стритера». Дайдус Тарматура Стритера Продолжение следует...